Всем привет! Сегодняшний выпуск о яркой, ароматной и очень полезной хурме. Обязательно подпишитесь на канал и досмотрите видео до конца. Будет очень интересно и полезно. Заранее всем спасибо! Друзья, сегодня мы подготовили для вас самые важные моменты о пользе хурмы. Если видео оказалось для вас полезным, то не забудьте подписываться на канал и ставить лайки. Любимым и традиционным лакомством для многих является хурма. Это ягода, именно ягода, а не фрукт, как ошибочно считают многие. Появляется на прилавках магазинов лишь в определенный сезон. Хурма – сладкая оранжевая ягода. С латинского ее название переводится как сердечное яблоко. Родом хурма из Китая, но сегодня ее выращивают во многих странах. Растет хурма на дереве, которая может жить до 500 лет. Основная ценность хурмы – в наличии большого количества антиоксидантов. Один из них – бета-каротин, который является предшественником витамина А. В хурме его больше, чем в моркови, перце или тыкве. Если съесть плод весом около 150 грамм, то можно получить до 20% суточной нормы этого вещества. Витамин А важен прежде всего для обновления клеток нашего организма. Также бета-каротин борется со свободными радикалами, защищая клетки от разрушения, замедляя процесс старения. В хурме высокое содержание витамина С в комплексе витаминами группы В покрывает суточную потребность. Он стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям. Кроме того, аскорбиновая кислота в сочетании с витамином Р, который также содержится в хурме в достаточном количестве, благотворно влияет на сосуды. А это в целом улучшает кровоток и является отличной профилактикой антиросклероза. Не случайно хурму рекомендуют включать в свой рацион тем, кто находится в группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Микроэлементный состав хурмы также разнообразен. В ней есть калий, который способствует выведению избытка воды из организма. Это полезно взять на заметку людям, склонным к повышению артериального давления. Еще один ценный макроэлемент – магний. Он нормализует работу сердечной мышцы, благотворно действует на нервную систему и улучшает усвоение других полезных веществ. Магний помогает выводить соли, натрия, тем самым снижая вероятность образования камней в почках. Включая хурму в рацион, нужно учитывать общее количество простых сахаров в своем питании. Рассчитывайте на то, что средний плод весит около 250-300 грамм. В среднем его калорийность варьирует от 150 до 220 калорий. Если брать более мелкие сорта, то калорийность составляет около 50 калорий на 100 грамм. В среднем при разнообразном рационе разумно употреблять не более 2-3 штука в неделю. Если говорить о более мелких плодах, то один в день с учетом суточной нормы простых сахаров. Съедать по одной хурме каждый день не вредно. И еще больше всего полезных веществ содержится в свежей хурме. Часто хурму назначают при анемии. В этой ягоде действительно достаточно железа, которая при этом неплохо усваивается. А еще в ней есть йод, который полезен для нормального функционирования щитовидной железы. Кстати, данный макроэлемент редко встречается в продуктах растительного происхождения. Рекордсмен по его содержанию – морская капуста. Но она, увы, не всем по вкусу. Мало калорий и много клетчатки – так можно описать хурму с точки зрения состава. Этот фрукт отлично подходит для контроля веса и дополняет рацион важными витаминами и микроэлементами – антиоксидантами и витаминами А и С. Высокое содержание клетчатки, около 6 грамм на плод, делает ее незаменимой для пищеварения. Но, как и в случае с другими богатыми клетчаткой продуктами, переизбыток хурмы в рационе может влиять на стул, стать причиной легких расстройств и запоров. Поэтому во всем нужна мера. Вопреки тому, что хурма – сладкий фрукт, она богата пищевыми волокнами и у нее низкий гликемический индекс. Это означает, что ее запросто могут есть люди с сахарным диабетом. Кроме того, она предотвращает повышение уровня сахара в крови. Незрелые плоды хурмы имеют вяжущий вкус. Все дело в дубильных веществах – танинах. Они изменяют белковые молекулы слезистой оболочки полости рта и сужают кровеносные сосуды. А мы чувствуем, будто во рту стало суше. Похожими свойствами обладают многие продукты. От крепкого чая и красного вина до кожури граната и конского каштана. При дозревании плодов танины хурмы разрушаются, поэтому и описанное свойство исчезает. Еще один способ избавиться от вяжущего вкуса – заморозка. Именно поэтому хурму часто продают под Новый год, предварительно выставив на мороз. Помните, что витамины при этом не страдают. Хурма не тот продукт, который требуется исключать из рациона в случае большинства заболеваний. Но индивидуальные особенности, рекомендации и опасения лучше обсуждать с врачом. Некоторые источники утверждают, что хурму не стоит есть при заболеваниях почек и мочевого пузыря в стадии обострения. Все потому, что она может вызвать учащенные мочеиспускания. Это станет дополнительной и ненужной нагрузкой на организм. Кроме того, считается, что фрукт несовместим с молоком, что также следует учитывать при выборе рациона на день. Однако, чтобы избежать неприятных последствий, таких как запоры, газы или аллергии, нужно знать, как правильно есть хурму. Согласно различным исследованиям, хурму лучше есть за час той еды, так как она тяжело усваивается и может вызвать ферментацию в желудке, если смешивается с другой пищей. Кроме того, хурма содержит много сахара, поэтому ее не рекомендуется есть после еды, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови. Хурму можно есть с молоком, йогуртом, сыром, орехами или сухофруктами, но только в качестве отдельного перекуса. Также хурму можно добавлять в салаты, десерты, выпечку или смузи, но в умеренных количествах. Хурму не стоит есть сразу после пробуждения или перед сном, а также во время болезни или при нарушениях пищеварения. Хурму также не следует употреблять с алкоголем, кофе, чаем или лимоном, так как это может вызвать осаждение танина в желудке и образование камней. В день можно съесть не более 2-3 плодов хурмы, в зависимости от их размера и сорта. Переедание хурмы может привести к избытку калорий, сахара, каротина или йода в организме. А теперь мы расскажем вам пользу хурмы для мужчин и для женщин. Плоды этой ягоды являются мощным афродазиаком и особенно полезны для мужчин, которые хотят долгие годы оставаться в активной сексуальной форме. Употребление хурмы защищает простату от воспалений и новообразований, являясь натуральным стимулятором либидо и потенции. А для женщин употреблять хурмы замедляет процесс старения, улучшает эластичность кожи. После 40 лет мякоть можно использовать как маску для лица, которая хорошо увлажняет кожу, а также нормализует работы сальных желез. Помимо этого, сладкое лакомство улучшает состояние волос и ногтей. Благотворно сказывается на пищеварительной системе, выводя токсины и шлаки. Некоторые женщины едят хурму при похудении. Она имеет сладкий вкус и заглушает чувство голода. Друзья, если информация была полезной, то не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо!